всем большой привет сегодня 16 июня я начинаю вышивальные будни второй половины июня и как я думаю вы видите перед собой схема это новая работа которую я начала я сейчас постараюсь ставить превью работы которую я вышиваю чтобы вы могли посмотреть называется эта работа basket and found и это дизайн от стони крик этот дизайн у меня уже очень давно был в моей папке вышивка на компьютере вот и честно говоря превьюшка тоже такая не особо хорошая но это единственная превью которое нашлось честно говоря перед тем как начинать эту работу я начала в интернете искать думала может найду хотя бы превьюка или какой-то отшив но я ничего не нашла вообще не отшива не из не схемы ничего то есть это одна из схем судя по всему из какого-то буклета вот и мне не нам не удалось найти не отшивов не более приличного превью поэтому ну вот так по схеме в принципе тоже видно здесь корзина олененок птички пуансетии ну в общем то такой зимний сюжет как вы уже видите я эту работу начала здесь кстати по ключу вот так пока предварительно скажу здесь ключ в анкоре и в димси есть бленды но здесь нет ни крейника не каких-то специальных нитей не бисером то есть чисто идет вышивка нитями причем идет вышивка в две ниточки бэкстич здесь вышивается в одну ниточку и только в одном месте а именно там где вышивается вот эта ветка сосны там идет вышивка блендом я вот покажу что у меня есть вот такой вот кусочек мне уже удалось отшить понятно что здесь пока ничего значимого здесь снег веточка и одну из копыт вот вышивая на линии лен 30 каунта честно говоря я не совсем помню как он называется но это австрийский ли он и тот же производитель что и у ткани его и моника заказывала я в магазине муркины рукоделки вообще-то по превью я думаю там видно ткань должна быть такая более теплого оттенка более коричневого но нет такого ну ничего не удалось подобрать из того что было в наличии и поэтому я взяла вот такой цвет то есть это судя по всему цвет натурального льна но он все-таки немножко теплее чем вам передает на камеру немножечко отдает таким бежевым вот просто к сожалению и плоховато видно но в целом как бы вот этот участок я думаю что надо достаточно нормально видно на такой ткани вот здесь будет много коричневых оттенков также зеленых я думаю что на этом цвете основы будет работа смотреться неплохо так что вот этот процесс сегодня начала и сегодня вот то что мне удалось повышевать покажу вам натяжку которую я сделал эту натяжку я подсмотрела у машина канале crazy не дал я постараюсь тоже не забыть оставить ссылочку вот так как она делала натяжку на своем станке при помощи резинки и вот таких обычных французских булавок собственно я сделала такую же боковую натяжку и у меня очень очень хорошая натяжка вот прям таки барабан и мне нравится очень здорово и приятно вышивать здесь под схема не чисто черно-белая здесь есть еще несколько цветов красным но мой принтер печатает только черно-белым то что было красным она вот у меня здесь пошло более светлым оттенком я попросила знакомого распечатать мне схему на формате а3 в он работает в типографии он не распечатал но здесь почему-то тоже вот эти красные цвета какими-то очень-очень светлыми оттенками получились хотя схема у меня в очень хорошем разрешении именно электронная но будут смотреть я как-то вначале думала по вот этой большой вышивать но пока мне удобно и по мелкой вот я на мне здесь склеена из двух частей в принципе все значки мне видны вот эти красные они встречаются как только ну каком-то ограниченных местах и поэтому наверное буду я пользоваться маленькой схемой а вот эту большую просто буду так сказать держать на подмогу то есть либо если какое-то место будет не совсем понятно либо же чтобы эти красные значки рассмотреть конечно здесь у меня как вы видите такая печать поярче вот ну не знаю может быть если я сейчас просто начала с этой ветки для того чтобы вот определила середину и от середины уже начала вышивать может быть я сейчас пойду я так думаю мне здесь еще вот есть такой снежок фон наверное немножечко по оленю я продвинусь чтобы достать вот эти крестики чтобы их правильно высчитать то есть зашью вот эту нижнюю часть и потом начну двигаться справа налево и может быть тогда я и возьму большую схему и мне будет удобнее вот из начинать с этой стороны ну посмотрим в общем то вот такой у меня процесс то есть у меня сейчас два процесса в работе это этот процесс и еще мои птички наверное стоит напомнить на каком они у меня этапе сейчас достану так вот мои птички и подсолнухи набор от амишоп вот на этом месте я остановилась я естественно не забрасывая много процессов не развожу два это максимум что я могу себе позволить плюс еще что-то на пластике и может быть милхилл пластиковая у меня уже игрушка в июне выше там то что по плану идет может быть я начну пирата еще одного милхилловского но не знаю в общем то просто пока две работы так сказать на смену потому что здесь осень там зима то есть ничего летнего как оказалось все у меня не по сезону но ничего здесь такие оттенки более яркие и плюс здесь у меня вышивка на конве и здесь пяльца здесь на станке на льне и вот такая вот здесь я думаю как бы более сложная схема больше всяких переходов много оттенков так что ну буду менять сейчас еще тоже покажу ниточки вышиваю я нитками dmc я кстати после отшива сэмплера английского винтажного сэмплера терезы венцлер перевесила некоторые нитки сюда потому что те которые здесь где мы по многу ниток эти нитки у меня идут из моего сэмплера я не стала их перематывать на бобинки я их сразу вот таким прям большим пучком сюда навесила хотя наверняка они здесь все использованы не будут но уже перевесила их сюда и уже по окончании процесса перемотаю их на бобинки вот так вот я здесь ключик разместила вот смотреть если вертикально всех остальных ниток я навесила буквально по одной ниточки и буду их просто добавлять до резать по мере использования так что вот такие вот здесь оттенки весьма такие неяркие то есть приглушенные я уже сказала много коричневых много зеленых и вот самих красных здесь не так много красных таких розовых это это подозреваю будет именно на пуансетях и по моему там птички красные но думаю что на превью все было видно так что вот так вот люблю эти органайзеры очень удобно ими пользоваться хотя я не использую много иголок наверное было бы еще удобнее дать и на каждый цвет своей иголка здесь стоит я одно иглу всегда вышиваю когда я вышила значок то есть если у меня его близости нет нитка осталась я сюда же обратно на крючочек подвешивая ну в принципе мне удобно вот не совсем они тут у меня аккуратно висят я вот лежали они мне немножко попутались но вот такие вот оттенки то есть здесь такой более какой-то винтажный приглушенная винтажная палитра у меня а в птичках более яркая так что в зависимости от настроения буду менять сюжет и так я сделала одну ниточку бэкстича закончила я вот здесь как и говорила туловище как раз здесь листочек обшивался по контуру вот одним цветом поэтому я такого вышила как раз очертились эти границы этого листочка ну и как раз было легко здесь вышить бэкстич практически во всей работе бэкстич вышивается одним цветом там только будут исключения серединке пуансетти ну и вот это сосна но больше это такого бэкстича такого бленда точнее талон к стич до его больше не будет здесь же все вышивается таким 3371 то есть это не черный а темно-коричневый оттенок что конечно же мне нравится но по крайней мере уже понятно туловище да то есть уже четко видно вот ножка одна вторая подогнутая вот и хвостик и вот эти пятнышки на спинке мне нравится думаю что конечно когда здесь будет еще голова оленя то вообще будет все замечательно и прекрасно видно ну вот на таком моменте сейчас остановилась честно говоря вот большое количество процессов это не для меня вот у меня два процесса они для меня абсолютно равнозначны я что тот что тот свой процесс хочу вышивать и вот то что у меня стоит да на станке то я и вышиваю были бы у меня сейчас в руках пяльца да было бы мне удобнее наверное вышивала бы то то есть я даже не знаю как себя не знаю как себя как менять дайте процесса потому что я говорю мне это это абсолютно одинаково нравится и я берусь и вышиваю 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 то есть нет у меня такого что два-три дня не надоедает конечно я не так много времени может быть уделяю как другие тем более этот процесс он такой немножко сложноватый но я думаю понятно что схемы от стони крик не самые простые ну и здесь видите такой еще старенький да бэкстич квадратичные вот мне он нравится я себя поймала на том что мне такой бэкстич нравится он конечно же вышивается очень легко но и в целом так если посмотреть совершенно не кажется что это какой-то майнкрафтовский олень до из пиксельный вот абсолютно симпатичный замечательный очень много оттенков ниток здесь для того чтобы такие были плавные переходы вот поэтому я довольна и мне прям очень нравится но наверное я еще его продолжу я хочу вышить так здесь у меня крупная схема лежит вот так которая поменьше вот наверное я все таки сделаю вот веточку вот здесь и голову оленя хочется как-то его видеть уже завершенным ну а затем пойду сюда вышивать корзинку и птичку которая внизу так как у меня здесь рама позволяет принципе работа не такая большая мне здесь тридцатый каунт вот то есть в принципе вот это вот ее ширина как вы видите не такая уж она и большая на практически квадратная вот чуть-чуть буквально ну я думаю что наверное где-то до сих пор она будет ну примерно там из не совсем точно квадрат но очень очень похоже вот так что так вот у меня получается итак сегодня 22 июня и вот на таком моменте сейчас моя вышивка корзина и олененок как вы видите уже появилась птичка я ее отбекала вот у нас здесь в снегу сидит такая симпатичненькая к немножко мультяшный кардинал начала здесь корзинку в принципе вот это вот у меня уже нижняя часть то есть теперь работа будет двигаться вверх ну и в принципе здесь будет наверно вот до сих пор она будет то есть вот такая вот не сильно большая я уже сделала большую часть бэкстича на олененки кстати говоря один глаз я отбекала 2 еще нет потому что не завершила его голову ночью мне хотелось увидеть мордочку его глазки чтобы как-то уже более-менее целостно смотрелась картинка также цветочки здесь такие белые вот честно говоря очень мне нравится эта работа и движется намного легче чем я предполагала единственная почему-то так ожидала что эта схема будет типа терезе венслер по сложности но абсолютно не так здесь достаточно хорошая хорошо проработанная схема конечно цветов много то есть и бленды есть приходится там ниточку часть часто крепить но единственная сложность этой схемы в том что она отрисована вручную я думаю что вот здесь видно что она мало того что черно-белая но еще отрисована вручную поэтому немножечко из-за этого путается то есть так все немножечко смешивается да когда смотришь вот но в целом работа мне нравится лен это тоже мне нравится я в этом видео точно скажу ближе уже к концу месяца найду точное название цвета и фирмы и скажу для того чтобы тут это как-то так сказал ален австрийский а название не сказала вот ну в общем то вот на таком этапе сейчас не нужно убрать станок потому что ко мне сегодня придет мастер ремонтировать швейную машинку собиралась сделать блокнот но что-то у меня там сломалась не строчит в общем-то буду сейчас я убирать наводить порядок убирать станок со стола и наверное я пока сделаю перерыв в этой работе как бы уже хорошенечко здесь продвинулась уже все посмотрела очень мне нравится и теперь я немножечко хочу продвинуть свои подсолнухи с воробушками вот так что посмотрим что там у меня получится у нас уже 27 июня утро и я хочу вам показать свои продвижения по вот этому букету это известный набор от мережки который я вышиваю сюжет мережки которая вышиваю по набору от амишоп в начале этого видео я кажется показывала на каком этапе я приступила к этой работе во второй половине июня и вот то что у меня есть на сегодняшний день как мне кажется то продвижение очень хорошие вот сейчас немножечко солнце спряталась не так ярко и очень хорошо передаются оттенки работы работа очень красочно очень яркая я получаю просто огроменное удовольствие от работы над этим сюжетом здесь есть и красные и синие и желтые зеленые и оранжевые вот просто все вся палитра для тех кто любит яркие оттенки как вы видите я уже вывела вот так вот все в одну линию это не середина работы середина проходит вот здесь вот у меня такая маленькая пометочка есть то есть вот где-то вот так вот проходит середина работы соответственно у меня уже больше и верхняя часть букета здесь уже идет на сужение вот так вот то есть вами шопа как я уже как-то говорила очень крупные схемы и поэтому вот эту вот всю площадь они распределили на 4 листа и соответственно вот эти крайние листы там вообще очень немного зашивки потому что они вот ну вот так вот дойдет где-то букет вот очень мне нравится потому что как я уже сказала яркие нитки очень положительные позитивные причем качеству не так у которой используется в наборах амишоп у меня вообще претензий никаких нет так что я думаю вполне вполне что я буду еще вышивать наборы от этой фирмы вообще так в процессе работы проявляются какие-то детальки я не рассматриваю превью ну так по схеме движешься вот интересно да там где-то ягодка вырисовывается вот здесь например такой полукрест и как-то в процессе я думала что это вот такой же полукрест как вот здесь то есть он где-то вот проходит между какими-то элементами букета но уже когда вышел этот полукрест и понимаю что эта коробочка физалиса которая находится на заднем плане также очень мне нравится здесь бэкстич он конечно местами идет прям прокалывается в клеточку но ничего как бы ничего такого критичного катастрофичного здесь нет его кстати не так много и обшивается абсолютно не все бэкстичем то есть вот ну допустим ягодки обшиваются до листик обшивается по контуру вся вот внутри вот эти все прожилочки они вырисовываются крестиками то есть никаких там нет вот лепесточки подсолнуха и так интересно вот да что вот у этого подсолнуха еще есть желтые листья хотя тут они уже опадают здесь просто низ не видно да вот уже под пальцами спрятана а у второй головки подсолнуха желтых лепесточков совсем нет вот такие какие-то одинокие семечки там еще остались по краям и все то есть уже однозначно осень осень такая такая яркие листья и здесь еще будет один подсолнух вот кстати саму вот эту вот серединку подсолнуха вышивать немножко нудновато хотя оттенков здесь много и получается так видно как бы переход и объем но я двигаюсь снизу вверх ну вот это как бы справа налево и снизу вверх поэтому я так вышивала подсолнух немножко мне надоел я потом листик вот здесь красненький продвинулась немножко надоел я потом с этой стороны сюда начала смещаться вот эти все яркие оттенки поэтому в принципе работа не надоедает и ну вышивать ее удовольствие вот эти вот коровы коробочки физалиса они вот вообще бэкстичи мне обшиваются и здесь два основных цвета бэкстича и еще есть вот такие вот веточки вот как здесь вот они в три ниточки вышиваются но их немного это вот чисто веточки а бэкстич которым обшиваются элементы работы его здесь два цвета зелененький такой светлый вот например видно на вот этих вертолетиках и темно-коричневый которым обшиваются как бы основные элементы вот что интересно это уже посмотрела по схеме ну давайте даже может быть покажу эту простыню склеила этот верхний ряд вот простыня простыня вот так вот вот интересно да вот то что зелеными линиями отмечено это вот этот темно-коричневый бэкстич а красными линиями отмечен вот этот зелененький то есть вот то что уходит как бы на периферию букета уже самим край по краям и листья которые уходят на задний план они вот обшиваются получается зеленой ниточкой а не коричневой и это ну создает такой тоже объем потому что детали которые имеют стоят на первом плане или которые имеют первостепенное значение как вот воробушки например они выходят соответственно более четкими на передний план благодаря темной прорисовки а то что такое как бы посветлее то что уходит назад вот она соответственно и более светлым цветом экстичи обшивается что-то вообще вот так вот в полукрест уходит дата как бы совсем дальний план то есть проработка конечно замечательно я понимаю что это проработка все-таки мережки они мешок понятное дело вот но очень-очень достойное качество и у этой копии скажем так вот так что у меня еще осталось несколько дней июня тут буквально ну сегодня не знаю удастся ли повышевать может быть я сегодня начну новую игрушку на пластике я уже вчера там наметила ну пока показывать особо нечего я думаю что там 30 или 1 я обязательно сниму как бы итоговый кусочек этого видео и покажу в общей сложности наверное в этом месяце я на этой части остановлюсь так красиво мне нравится как она мне все в ровную линию вышла и немножко еще повышеваю своего олененка от стони крик который у меня на станочке и соответственно в конце месяца посмотрим что и по той работе у меня получилось здесь кстати если посмотреть вот так по схеме здесь все видно такие прям крупные участки вот на вот этих листьях их вообще очень легко вышивать заправляешь одну нитку и прям эту целую нитку ведешь то есть есть места где и часто идет смена нити вот там ну в таких моментах да где пересекаются элементы между собой где вот ягодки какие-то веточки понятное дело что тут чаще приходится нитку менять но вот на таких больших участках как листья вот здесь на серединках подсолнуха то есть заправляешь одну нитку и идешь 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 вперед чуть-чуть я может быть попытаюсь поближе показать насколько это возможно с телефона конечно тут трудно сейчас выловить чтобы вот уже видите яркость немножечко не такая как было перед этим вот но мне нравится я абсолютно довольна этими пальцами нургия у меня как вы видите самый большой размер мне очень удобно и так как я вышиваю вообще без всяких креплений без лапок я вот даже но если раньше я там клала сюда дырокол тяжеленький я показывала не помню то ли уже в этом видео то ли в прошлой части видео в первой половине июня то вот эти пяльца мне даже ну вот и не надо толком придавливать я просто вот так стульчик опускаю пониже на детском стуле я вышиваю здесь за детским столом просто облокачиваю вот верхний край пялец на стол вторую часть упираю в живот и вышиваю двумя руками то есть пяльца не скачут нормально они такие чуть-чуть тяжеленькие ну как бы не совсем тяжелые но очень компактные и вышивать конечно очень удобно и хочу вам еще показать что мне пришло с алиэкспресса заказывала я вот такие вот коробочки для остатков бисера mil hill для того чтобы ну с наборчиков то что остается сохранять потому что они там и часто повторяются вот и чтобы они у меня были я заказала две одинаковые коробочки цена одной коробочки что-то 330 или три с половиной доллара с доставкой ну примерно вот так я видела на фотографии что вот здесь получается так открывается до 1 большая коробочка и в ней вот эти ячейки я видела что они вот такие спаренные между собой но я думала может быть их можно рассоединить но когда пришла мне посылка но я поняла что они здесь наглухо то есть спаяны либо здесь вообще одна стенка ну это не столь важно в принципе да для хранения вот только их получила сразу начала пересыпать не было мне нормального перманентного маркера я вот какой-то нашла такой не совсем красивого цвета но зато цифры видно в принципе и вот так вот выглядят остатки от mil hill но честно говоря давать ссылку не буду на эти коробочки потому что мне не нравится качество вот как вот я думаю вот вы видите некоторые ячейки вообще не закрываются я даже открыла спор на алиэкспрессе сняла небольшое видео маленькая им вернула половину стоимости то есть по сути я 2 это те вот две коробочки взяла по цене одной потому что очень много бракованных ячеек некоторые вот вот как вы видите вот вообще не закрывается то есть понятное дело что ну как хранить в таком виде да вот или я был там вообще такой момент вот так вот одну нажимаешь 2 открывать вот как здесь да вот одну нажала это открылась потом эту нажала это открылась но соответственно в эти контейнеры я уже ничего насыпать не смогу потому что ну во-первых то что они спарены да ну даже вот возьму я этот этот у меня будет открытые что где-то перевернется пересыпется ну как хранить вот поэтому я открыла спор и мне половину стоимости вернули то есть где-то ну наверное в общей сложности половина половина ячеек нормальные то есть ну грубо говоря одну коробочку нормальных собрать можно но я пока все таки стала в 2 пересыпать просто вот эти бракованные вот отложила сюда в конец у меня в одной коробочке идет крупный бисер и во второй коробочке я петит сыпаю вот у меня его не так много здесь у меня всего два отшитых мелхила вот и это у меня с двух мелхилов вот такие вот остатки еще у меня мелхилы есть буду их вышивать и соответственно буду потом сюда сыпать так что ну вот видите как то есть стороны удалось мне вернуть деньги и если потом как бы в процессе окажется что здесь много этих бракованных ячеек что я просто все вот в одну сложу да не буду две коробочки держать то одна коробочка даже вот так вот у меня останется и там может быть ниточки какие-то или какие-то другие сюда контейнеры можно будет положить так что ну вот так вот вот так вот у меня получилось жду я кстати сэбэ наборчики себе кое-какие заказала и еще сегодня заказала так скажу может быть это видео успеет выйти не знаю к тому времени заказала два набора dimensions небольших на сайте черевно мыть у них скидка 30 процентов на dimensions вот это не то что там не реклама какая ничего просто я сегодня увидела себе два маленьких заказала но я наверное их и не успею в этом видео показать и скорее всего отложу их под собираю видео какое-то о покупках и сделать такое общее но вдруг это видео выйдет и вы еще успеете на эту скидку то зайдите посмотрите потому что там наборов много и скидки действительно ну 30 процентов это такая существенная особенно для тех кто очень сильно фанатеет от dimensions то стену я люблю дима джинс но сказать так что я прям какой-то фанат фанат так я тоже сказать не могу вот но в любом случае там кое-что себе заказала ну на сегодня это все и еще уже в конце месяца я покажу что же там у меня получается по олененку так у нас все тот же день мы выехали на природу на речку мальчики мои рыбачат я сегодня рыбачить не хочу и я взяла с собой вот этот процесс замечательные санты снеговички от дима джинс на пластиковой конве и это у меня уже игрушка которая как бы по плану идет на июль я вышиваю по одной игрушки в месяц в июне у меня уже вышито рождественское окошко я чередую окошко с вот этими игрушками и у меня сейчас вот этот снеговичок процессе так сейчас мы его посмотрим вот он здесь у меня вот это он такой вот симпатичный и осталось мне еще вышить вот эту парочку и тогда у меня уже будет готова вся серия еще не оформляла потому что вот этих палочек нет но эти игрушки которые у меня без палочек вот этих без гнездышек дополнительных несколько я уже оформила и одну игрушку я уже подарила вот этого вот сантика я подарила у меня его нет ну а все остальные есть вот только за сегодня я вышила такой легкий очень такой немножко монотонный процесс здесь очень мало ниточек я уж когда-то показывала что здесь такая вот простенькая палитра вот ну ничего игрушки получается очень симпатичные винтажные так что вот так вот у меня идет дело и покажу вам немножко в общем вот она речка речка называется конка и что самое интересное в ней появились медузы очень очень маленькие медузы непонятно вообще откуда они здесь взялись сегодня уже 30 30 июня пришло время завершающего кусочка для моего видео о вышивальных буднях второй половины июня и я вам показывала что начала я снеговичка и вот на таком вот этапе он у меня сейчас практически завершила крестики осталось за голова и метелка вот ну и вышить бэкстич так как эта игрушка у меня идет на июль по планам то я думаю что в июле я очень быстро и завершу либо вечером под какой-нибудь фильм либо где-то в дороге в машине но я думаю что это вообще очень очень быстро у меня завершится в июле так что даже я не думала что у меня пластик пойдет но как бы в машину беру и поэтому и поэтому немножечко у меня продвинулась и покажу я вам свою работу олененка и корзину от стони крик и вот на таком этапе у меня сейчас моя работа как вы видите я очень хорошо продвинулась начала я эту работу в середине этого месяца я показывала в этом же видео старт и как вы видите у меня уже такая существенная части работы завершена я сразу же делаю бэкстич но здесь трудно что-то понять превьюшки тоже распечатано нет и вообще в нормальном качестве превьюшки нет то есть но по схеме это у меня вот вот эти вот веточки корзина и вот голова оленя практически полностью до без одного уха здесь у меня то есть остались цветы две большие пуансетии потом мелкие всякие веточки с ягодками и еще одна птичка будет в уголке ну не знаю так примерно на вскидку где-то наверное половина работы у меня может быть чуточку меньше ну примерно я думаю что половину работы я сделала и если я эту как бы работу активно продолжу то я надеюсь что в июле я ее завершу у меня конечно же еще мои подсолнухи которые тоже буду продвигать в июле но думаю что буду чередовать и уже конечно что зачем и как уже я покажу в июле вот мне кажется что основа здесь подобрана вполне удачно я сейчас вам покажу я нашла пакетик от этой основы вот называется она ленин кот ее семь сто семь тысяч сто размер был 40 на 50 который я купила как я уже говорила это австрийская фирма ну чтобы не соврать уберхольд или как-то так вот в чем-то я думаю что те кто вышивает на равномерках те знают это та же самая австрийская фирма что и производит еву кстати говоря здесь у меня кусочек евы вот такой молочного цвета это я взяла под моих карусельных лошадок от джанлин которые я так думаю я буду вышивать по окончании вот этой работы я уже сместилась немножечко перекрутила работу вниз вот хотела так чтобы ее было видно в принципе мне не тяжело тянуться сюда и я думаю что мне этой части здесь хватит который мне на пальцах натяжка здесь шикарно это особенно здесь посерединке вот прям вообще класс я уже говорила об этой натяжке и так как я переставляла могу вам показать что происходит с сольном вот здесь вот думаю что видно в уголочке и вот здесь тоже до остаются от вот этих иголок конечно вот такие вот дырочки то есть мягко скажем основа портится но здесь нужно учитывать что такой вариант крепления подходит для тех работу которых достаточно есть место под оформление и вот эти вот все нюансы они будут скрыты под багетом то есть этого просто не будет видно то есть у меня вот работа по ширине вот такая то есть даже если я там оставляю воздух у меня здесь еще с головой хватает места на то чтобы убрать спрятать поэтому я вот этих вот дырочек по краям не боюсь но я очень прям довольна этой натяжкой поэтому я думаю что дальше так натягивать буду но опять-таки нужно просто хорошо вымерять работу и понимать что вот здесь вот все будет спрятано нравится мне здесь палитра вот прямо-то корзиночка она уже с бэкстичем я сможешь быть чуть чуть ближе попытаюсь показать здесь такая она видите как но так даже чуть-чуть будет лучше видно под углом вот она такая как из коры до сделанная вот ну по превьюшка там вообще очень маленькая и такого не очень хорошего качества вот по ниточкам тоже как бы сразу не совсем понятно но вот она казалась такой деревянной а вот сейчас когда я на нее смотрю вот мне такое ощущение что она как бы из коры сделана из бересты какой-то вот коробочек такой очень мне нравится здесь очень много оттеночков но я вот когда начинал эту работу я ожидала что по сложности это будет что-то типа терезы венслер то есть куча куча всяких значков но на самом деле не так здесь вот много таких мест когда заправил нитку и прямо ее всю эту ниточку вышиваешь протяжки я делаю мне ален не светит совершенно вот ну вот как бы чуть-чуть вот руку мою вы видите но протяжек абсолютно здесь не видно вот между вот этими листочками вот я здесь протяжечки делала так что ничего страшного вот но и так что ниточку заправил и вот нормально все и ведешь оттенков здесь много вот как видите здесь такой участок такой более серенький да вот здесь такие листочки но слабовато конечно видно камера не передает они такие очень нежно зелененькие такие серо-зеленые здесь они как-то вот прям на видео прям совсем сливается с корзиной на самом деле это не так я очень надеюсь что когда работа будет готова мне удастся вам ее показать вот во всей ее красоте она на самом деле намного интереснее по цвету чем почему-то передает камерой птичка тоже вот смотрю через камеру она как-то более алая у нее такой даже как бы сказал слегка пурпурный что ли оттенок то есть вот перевирает к сожалению перевирает к сожалению камера вот и вот эти листочки они здесь более яркие зеленые такой красивый насыщенный зеленый цвет ну вот почему-то вот на серой основе вот так вот видео передает я как я уже сказала очень надеюсь что мне все-таки удастся показать вам эту красоту потому что ну сири да сильно сирит может быть даже я поставлю картинку на превью этого видео и постараюсь таки в ней передать оригинальный цвет вот здесь эти зеленые ниточки которые используются для вот этих листочков то есть ну это нормальный такой красивый зеленый цвет вот и такая более серо-зеленая палитра для вот этих веточек которые здесь по краям вот так что схема совершенно не такая же как у терезы вентер что я вот боялась я схемы от стони крик думала что будет прям совсем совсем сложно лично для меня сложность только в том что схема отрисована вручную черно-белая нужно ее зачеркивать своих подсолнухи свои с парабьями вышивая не зачеркиваю вот здесь мне приходится зачеркивать для того чтобы удобно ориентироваться вот но в целом как бы когда уже привыкаешь к значкам то совершенно никаких проблем нет как здесь я уже говорила здесь только dmc никаких специфических оттенков цветов нет поэтому ну вот вообще мне мне нравится вот и что я еще хочу сказать ну вот вот просто сейчас дальше тоже может быть так все серит потому что очень много серого плюс фон серый и такой серо-зеленые пуансетии здесь будут красные уже посмотрела и еще одна красная птичка то есть работа все-таки поярче станет и но она мне и так нравится честно говоря вот очень очень нежная прям вот смотришь хоть и вышивка там 90 какого-то года с дизайн квадратичный бэкстич но вот эта нежность все равно она остается очень приятная работа в отшиве так что я очень рада что этот сюжет начала и надеюсь что может быть даже в июле и закончу так что вот такой была вторая половина июня в плане вышивки надеюсь что июль будет не хуже и также что-то интересное удастся мне вам показать спасибо всем за просмотр и до скорых встреч пока пока